но все ребятушки мы во владимирской бухте отходим вот такие кораблики у нас тут вокруг мы на своем супер катере с отличным водителем капитаном катера вот такая красота а дальше за маяком нас ждет туман туман вот так не видно ничего вот это уже ладожское озеро да это бухта владимирская бухта и вот здесь за маяком сейчас мы будем выходить через такую мглу в открытое ладожское озеро вот такая впереди красота вот такая мгла туман ребята вот такая погода на ладоге плюс 15 градусов сейчас свежо свежо на улице вот она погодка такая туманная и мы двигаемся на остров коневец ничего не видно но капитан нашего судна знает дорогу поэтому все будет хорошо двигаемся по приборам красотища ну я вам хочу сказать что вот когда не видно ни берега ничего вокруг так достаточно жутковато страшновато в общем ребята вот такое количество готов на острове коневец это что то с чем то в общем их просто здесь немерено они вот здесь вот там и на травке спят и к нам побежали в общем только мы сюда подошли как эта толпа кошек просто побежала нам навстречу вот они вот они вот здесь столько кошек такие интересные кошаки ходят бродят и сейчас за нами пойдут мы уже на острове но сам причал пока не стали снимать не стал я фиксировать на обратной дороге мы это все сделаем обязательно ну а сейчас мы двигаемся в сторону конь камня эта дорожка как раз нас туда и приведет мы туда дойдем и посмотрим отличные виды которые нам пообещал показать сотрудник подворья точнее он говорит вы точно там у конь камня и позавтракаете вот они кошаки сколько их там ну штук наверное 20 точно за нами бегут ну вот так что идем по маршруту который нам выдали на карте суммарно километраж который мы должны сегодня пройти 7 с половиной километров ну соответственно все будем вам фиксировать показывать вот такая хорошая дорога вот они кошаки остались сзади двигаемся дальше и показываем вам всем красивые места на острове который находится на ладожском озере ну вот друзья товарищи первая достопримечательность часовня на конь камни вот это конь камень и на нем находится часовня в общем сейчас я вам покажу вокруг сделаю обзор вот такой камень огромный глыба и на нем часовня конечно природа здесь просто с ума сойти воздух сумасшедший что-то здесь дерево какое-то упало сухостой наверное был вот его спилили вот а вот какие-то товарищи здесь написали кто здесь был тут же дураков хватает Челябинск Киев господи что вот надо людям вот такая глыба вот такая огромная глыба вокруг я ее сейчас обхожу в общем вот такая часовенькая ну а ты не с той стороны обходишь вот так хорошо обойду по часовой еще вот сего места его императорское высочество великий князь Константин Николаевич снимал вид коня-камня с устроенную на нем часовни 1844 год вот так вот вот так вот сейчас я отойду подальше небольшой дождичек пошел ну такой не напрягает он сильно вот так вот вот такая вот история вот такое вот место ну что друзья товарищи в общем возвращаемся мы на от конь-камня также по дороге мы прошли отворотку на святую гору ну там храм закрыт и его можно посещать только по субботам и только мужчинам только мужчинам женщинам туда нельзя заходить поэтому мы не стали подниматься на святую гору так сдалека немножко посмотрели и пошли в обратную дорогу вот этот вот монастырь храм основной и собственно будем сейчас вам показывать и рассказывать что у нас будет там внутри вот такие вот построечки здесь в общем в диаметре этот остров 7-8 километров что ли или 6 в общем наш путь составит в районе 7,5 километров но мы уже большую часть его прошли все конечно сделано классно облагорожено дорожки все отреставрировано рост нефти все это спонсирует очень задача стоит от государства естественно стояла когда-то и рост нефти продолжает все здесь восстанавливать основную массу на сооружении восстановили ну какие-то недоделки мелкие здесь устраняют до сих пор как говорил нам капитан нашего маленького судна но в целом мне понравилось очень хорошая погода и природа погода немножко подкачала конечно потому что сейчас пошел дождь но мы в дождевиках в принципе так что нам он не страшен но в целом все хорошо все хорошо все нравится вот вот такой вот туалет ну что ребзики забыл я в общем-то снять вам видео причала как мы швартовались и погода была такая более-менее но сейчас дождь идет я вам покажу вот сюда заходят маленькие катера а вот там стоит большой катер который привозит основную массу паломников в общем-то они сейчас прошли мимо нас в двенадцать я так понимаю тридцать он прибывает и вон они наверх пошли там толпа народу это маршрут который идет из санкт-петербурга от станции метро озерки до непосредственно бухты владимирская и уже от бухты владимирская вот на том пароме рост нефти который стоит дальше мы же воспользовались услугами частного извозчика по цене по цене ребята в общем путешествие из санкт-петербурга с обзорной экскурсии вот этими всеми делами стоит в районе там двух с половиной тысяч рублей по-моему да ну минимум две а когда ты едешь сам и оплачиваешь вот этот катер с капитаном сергеем это стоит тысячу рублей с человека то есть добраться на катере сюда и соответственно соответственно что еще хочу сказать вот такие ребята здесь скачут на уазике на белом вот что они тут творят непонятно в общем они и разгружают какие-то хостовары но делают это очень быстро просто вот с какой-то неимоверной скоростью на этом уазе а вот и если человек сам едет то он соответственно на машине доезжает до бухты Владимирская от Санкт-Петербурга 110 километров далее берет частного извозчика Сергея на катере с тремя местами то есть три человека может загрузиться в этот катер и по тысяче рублей доходит сюда здесь обязательное пожертвование 400 рублей с человека то есть ну как я понимаю в обзорной экскурсии из Питера это все включено стоимость и а вот когда ты частником идешь ты должен это все облачивать отдельно сейчас идет охереть какой дождь я вот в дождевике и уже честно говоря наверное промок ноги у меня мокрые кроссовки ну что делать вот такая вот у нас сегодня экскурсия вот такое у нас сегодня путешествие ребята дождь нам конечно подпортил картину но мы продолжаем наслаждаться такими классными местами всем ребятки хорошего дня отличного настроения держим связь так и а и и и и Редактор субтитров А.Семкин